Сейчас мы с вами готовы к доказательству теоремы существования больших разнов. Есть другое доказательство, отличное от того, что я сейчас рассказываю, и в ней трансляции более алгебраическая. А именно, можно доказывать такой факт, что если у вас есть подгруппа в мультипликативной группе поля, конечная группа в мультипликативной группе любого поля, то она обязательна циклическая. Ну, во-первых, для этого нужно знать, что-то я немножко привыкну к словам поля и так далее, а во-вторых, просто сейчас плохо со временем. Я бы с удовольствием все это сказал, но плохо сейчас со временем, поэтому давайте я ограничусь одним доказательством. Но для того, чтобы доказать, они будут доказывать не в таком виде, что существует первообразный путь, а в теоретических. в теоретических. Если вы просмотрели, то, внимание, для любого делителя D числа P-1 существует ровно на фи от D чисел а в множестве порядка D. Обратите внимание, что говорит теорема о существовании кровообразного поля. Она говорит, что существует число порядка P-1. замечательно. А что говорит теорема штриха? Существует не просто число, а существует фи от P-1 таких чисел. Вообще, в математике часто доказывать более сильное утверждение бывает проще, чем более слабое. То есть, смотрите, как только вы докажете теорему штриха, так теорема очевидным образом из нее будет следовать. Данно просто взять в качестве числа D P-1. Дело в том, что фи от P-1 это же не меньше единицы. Ну, потому что уж хотя бы число 1 взаимопростой с P-1 есть. Так, с теоремой штриха теорему отследует. Доказательство тяжелое. Доказательство, на самом деле, что будет тяжелое, оно будет делаться, господа, индукцией по D. То есть, в чем идея? Берем конкретное, простое число P. У него есть какие-то делители. Не у него, точнее, а у числа P-1 есть делители. И, начиная с единицы, потихонечку пойдем вверх, и каждый раз будем доказывать, что вот этот вортфель. База единицы. D равно единице. D равно единице. D равно единице. Ну, вообще-то, че единице. Число порядка 1. Это что такое? Это A в первой степени сравнилось с единицей. Ну да, такое, что единице. Как раз фи от единицы, это единица. Все получается. База доказана. Теперь берем какой-то очередной делитель. Отлично. Берем какой-то очередной делитель. И смотрим на него. Что у нас здесь? P-1 делится на какое-то число D. У числа D есть какие-то делители. Давайте я их все выписываю. Делители числа D. Ну, это какие-то числа. У нас D1, D2 и так далее. Там D это. То есть, Dn-1 и Dn. И пусть Dn-1 будет само число. А D1 это будет единиц, хотя и 2. Значит, все делители числа D я выписываю. У нас для них, для всех теоретика доказана. Значит, сколько существует элементов в порядке D1? Фи от D1. Сколько существует элементов в порядке D2? Фи от D в коробке. Сколько существует элементов в порядке D-1? Фи от D-1. Отлично. А вот теперь вопрос. Сколько существует элементов в порядке D? Теперь вспоминаем L. Сумма, взятая по делителям, это само число N. Ну, в данном случае мне нужно вместо N подставить D. А вот эти вот D, это будут те самые D1 и так далее. Д. Господа, у меня есть вот такое равенство. Д. Если я сложу числа, вот, фи от D1, плюс фи от D2, плюс и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, плюс фи от DR-1, плюс фи от DR-1, плюс фи от DR-1, то у меня получится число D. Фи от D, это талема. Сумма значений функции Эймера, взятой по всем делителям, это само число D. Теперь, ребята, посмотрите. Что мне сейчас, что называется, надо понимать? Мне нужно понять, по какой-то интересной причине здесь будет именно фи от D. Это очень просто. Я докажу сейчас, что всех этих чисел вместе D штук. Ну, представьте себе, я докажу, что вот всего-всего-всего их D штук. И вспомню вот это равенство, что когда я их складываю с функцией Эймера, то у меня получается D. Но если я докажу, что их здесь D штук, то все будет сделано. Понятно? А что значит доказать, что их здесь всего-всего? Это значит доказать, что когда я рассматриваю уравнение X в степени D сравнимо с единицей по модулю B, то у него будет ровно D шею. Объясняю почему. Ребята, берем такое сравнение. X в степени D сравнимо с единицей по модулю B. Понятно, что если у вас X в степени D, какой-то делитель числа D сравнимо с единицей, то возводя его в нужную степень, а именно в степень D делить на D, когда я свожу в степень D делить на D, то я получаю X в степени D. Ну и значит тоже единица. То есть любое из чисел порядка D1, D2 и так далее, D-1 и D является решением вот этого равна. Но и наоборот, когда вы берете любое решение вот такого сравнения, то поскольку у вас X в степени D делиться, то X в степени D делиться на порядок обязательно, значит будет действительно в какой-то есть точке. Значит, если я хочу сейчас доказать теорему штриха, на самом деле мне нужно всего ничего. Мне нужно доказать, что такого сравнения решений в точности D штриха, а это очень легко. Это называется славная теремия. Славная теремия. Славная теремия сейчас специально выделила в качестве отдельной лему. Лему. Если P-1 делится на D, то сравнение X в степени D сравнимо с единицей по модулю В имеет ровно D решение, как только я эту клемму докажу, все будет сделано. Господа, это упражнение по школьному наоборот. Просто вот по совсем школьному наоборот. Ведь славная теремия делится. Что значит P-1 делится на D? Это значит, P-1 это D умножить на какое-то правильное условие. У нас есть малая теремия. Что она утверждает? Что сравнение X в P-1 сравнимо с единицей. X в P-1 сравнимо с единицей. Имеет ровно P-1 решение. Понятно? А, кстати, что значит, что он имеет ровно P-1 решение? Значит, когда я возьму вот такой вот многочлен, то у него есть поле 1, 2, 3 и так далее P-1. Господа, это означает, что если я вот так вот напишу, может быть помните, есть такая теорема безума, что если у нас есть многочлен, то он делится на X-2. Вот это. Переформулируем. X в P-1 сравнимо с единицей. Квот. Это же X в степени D-M минус 1. А вас в школе учили, что это X в степени D минус 1 умножить на, тут пошла такая сумма. X в степени D, M минус 1, плюс X в степени D умножить на M минус 2, плюс и так далее, и так далее, плюс X в степени D, M минус 1. Господа, посмотрите, пожалуйста, эти две строчки. Вот эта строчка палок реформа. Она утверждает, что многочлен X в степени D-M минус 1 разлагается на линейные множители. Отлично. Нижняя строчка, швольная форма, форма скачевого умножения. Многочлен X в степени D-M минус 1, это X в степени D-M минус 1 умножить на какую-то другую точку. Ребята, если такое равенство, и такое равенство, и такое, то поскольку разложение на множественных кочевых единственное, на самом деле вот здесь присутствуют какие-то D из множественных. Д-M минус 1. Опять я опался на неприятный момент. Я сейчас использую теорему о единственности разложения многочлена на множители. Это факт примерно того же самого уровня, что основная теорема арифметики только сейчас для многочленов. Надо понимать следующее. Для многочленов есть деление уголком с остатком. Поэтому, что называется, никаких проблем. Так же, как для целых чисел есть деление уголком, так же и для многочленов. Я не могу сегодня это делать, потому что других проблем хватает у нас. Поверьте, что это, во-первых, можно сделать, а во-вторых, зайдите в интернете и скучайте про моих, на малой материи рассказывать, где угодно. В общем, вы захотите найти вот там слева на области, есть ссылки, что-нибудь поищите. Там это все есть и, в общем, это не проблема, ребята. Многочлен единственным образом разлагается на множители. А значит, если у нас вот здесь есть разложение на множители, ну, значит, какие-то D из них образуют вот это, а какие-то остальные D, M, D образуют вот это. Значит, я доказал, что сравнение имеет ровно D-режим. Все. Теорема существования первого обратного корня доказана. Субтитры создавал D-режим. Субтитры создавал D-режим.